Давайте поговорим про самое резонансное видео, как мне кажется, на этой неделе. Это такая встреча Путина и женщины-инвалида, которая задала ему вопрос о пенсии. Можно ли прожить на 10 тысяч рублей? Это очень символично, и поэтому я написал это на своем стаканчике. Это имело, вот этот диалог имел огромный резонанс, и очень интересно за этим наблюдать. И знаете, я подумал о чем? О том, что Кремль вот этой всей своей штукой про конституцию совершает одну большую важную ошибку, которая нам довольно выгодна. Им нужно людей заманивать, для того, чтобы они пришли, проголосовали за поправки, которые дадут Путину больше власти. Но никто Путину больше власти давать не хочет. Каким образом тогда же им привлечь людей на этот референдум? И они говорят, что вы знаете, вы все такие бедные оказывается. Давайте в конституцию внесем гарантии того, что вам будут делать индексацию к пенсии, индексацию к зарплате, или что ваша зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума. Им казалось, и наверное кажется до сих пор, что это классная идея, и люди придут и проголосуют за то, чтобы быть менее нищими, менее бедными. И люди действительно придут и проголосуют, и этот обман сработает. Однако же, как бы дебаты-то получились о чем? Они ведь вышли и всей стране сказали, ну то, что мы знали, и то, что все отлично понимают, но это фактически сказано первый раз слух, вся страна-то у нас нищая, и мы в конституцию должны внести что-то, чтобы быть менее нищими. И они ожидали, что все начнут кланяться и целовать ножки, а народ-то говорит, мы нищие, а так давайте, может быть, обсудим, а почему мы нищие. И в этом смысле вот эта женщина, посмотрите видео, давайте еще раз его посмотрим, она довольно энергично, значит, и борзо, там что-то кричит, ему потом подходит к Путину и четко у нее спрашивают, объясните, пожалуйста, как же нам прожить на эти 10 тысяч рублей? И вот вокруг этого на самом деле сейчас разворачиваются главные национальные дебаты, и это очень хорошо, потому что ответа на вопрос, а почему после 20 лет управления Путина пенсия по инвалидности 10 тысяч, и как же на нее прожить? Давайте посмотрим. Это тысяча, это минимум, максимум, может быть, даже все три. А вот и дети, которые, матери, которые воспитывают детей. Ну, понимаю, поэтому мы сейчас вот эту программу поддержки семей с детьми. И, конечно, бухгалтерский учет, и строго научить, потому что это все-таки тот предмет, который для меня просто, по непониманию, он просто не прост. Сложно. Ну, я, конечно, стараюсь, но мне очень часто главное польза, потому что мне нашли отехло в воздухе. Я все-таки стараюсь учиться. Не отчаивайтесь, все-таки, ситуация не меняется. Но мне еще дали на вторую группу, и я вот не представляю, вот у нас парень вместе с нами, Дима зовут, у него пенсия, там пенсия, у него третья группа, у меня вторая. Знаете, какая у него пенсия? 3800. Я понимаю. Вы сами могли прожить на такой пенсии? 3800. Почему это по того? Больше не хватит? Ну, конечно. Ну, конечно. Мы используем из-за того, что риск какие-то дополнительные, как вот это, и это рост. Видите, какой показательный диалог, а ответить-то нечего. Вы могли прожить на такое? Ну, конечно, нет. И это говорит ему женщина, которая просто на ни к чему не готовилась. Но она, обратите внимание, она и не боится, и она совершенно четко задает этот вопрос. Вы могли... А какая у вас зарплата? 1800, говорит ему женщина. И Путин говорит, да, у меня, конечно, большая, но есть вообще зарплата и побольше. А на вашу-то, конечно, прожить ей нельзя. И это очень важно. Просто Путин, конечно, он не такой тупой, как Медведев. Он не говорит этой женщине, вы знаете, женщина, 3800, потому что денег нет. Ну, вообще, вы держитесь, но денег сейчас нет. И поэтому он просто тихим, более сочувственным голосом, без идиотских улыбок говорит, да, конечно, прожить на такое нельзя. Да, прожить на такое нельзя. И все это стали обсуждать, потому что Кремль решил вдруг это пообсуждать и решил, что это хорошая идея. Отлично. Если они хотят обсуждать зарплаты, это самое время для этого. И вся вот эта вот чушь с Конституцией, и их грандиозная ложь о том, что в Конституцию нужно что-то вписать, и тогда будет легче. Отличная тема для разговора. Вот они, пенсионеров, заманивают на то, что давайте пусть у нас минимальная зарплата будет меньше, не меньше, чем прожиточный минимум. И вот у Пескова спрашивают сегодня журналисты, ну хорошо, прожиточный минимум, но ведь прожиточный минимум это типа 10 тысяч. Можно прожить на этот прожиточный минимум, дорогой наш усатый Песков? И вот уже Песков говорит, ааа, вы знаете, когда ему задают этот вопрос, этот вопрос уже не входит в мои функции, я не буду на нее отвечать, этот вопрос скорее риторический. Да блин, не риторический. У нас 22% граждан живут за чертой бедности, для них это нифига не риторический вопрос. Они получают зарплату меньше, чем минимальный размер оплаты труда. Это не риторический вопрос. И это здорово, что это происходит, даже таким стихийным образом. Именно такие дебаты всем этим людям нужно навязывать.